Карачаевский народ Мы вглядываемся в лица людей, попавших на фото и кинокадры, и видим на них отражение радости в перемешку с грустной памятью о пережитом, и думаем об истоках этих событий, определивших на многие годы судьбу карачаевского народа. Накануне выселения, то есть где-то к ноябрю 1943 года, после освобождения советскими войсками территории района и нашей области, во главе партийных и советских органов приступили к восстановлению хозяйства после нашествия немецко-фашистских войск сюда. И вот, наверное, крупным таким историческим явлением или событием, наверное, является то, что жители района организовали сбор средств Малокарачаевского района на постройку эскадрильи колхозник Карачаевского района. Секретаря тогда, Хаджиева, поступила телеграмма следующего содержания, передайте от меня благодарность жителям Малокарачаевского района за сбор средств на постройку авиаэскадрильи колхозник Карачаевского района. Это была первая дата, 2 ноября, и в течение буквально суток жители нашего района были также выселены со всем карачаевским народом. Портреты участников Великой Отечественной войны на стендах музея в Учкикене. Фронтовики. Они были офицерами разных рангов и простыми солдатами, но, безусловно, отважными людьми. Эти фотографии – дань памяти о них, ведь многие, к сожалению, ушли из жизни, но оставили добрый след на земле, потому что были защитниками Родины и ее освободителями. Те, кому посчастливилось вернуться с войны, пережить депортацию, своим примером и авторитетом призывали не бояться трудностей, преодолевать их. Их стойкость многим была наукой. Были офицеры, которые командовали крупными соединениями, армейскими соединениями. В частности, вот, впоследствии у нас один из, наверное, таких известных ветеранов Отечественной войны, а впоследствии он долгое время возглавлял хозяйство нашего района, это Бурлаков Салис Абдуллаевич. Он был начальником штаба авиационного полка, летал, был за свои подвиги награжден орденом Боевого Красного Знамени. Вот, кроме этого, Аджиев Абишуд Долхатович, кавалер трех боевых орденов. Известные также есть Дудов Шаулла, удостоенного ордена Александра Невского, полководческий орден. И таких очень много. В Великой Отечественной войне из нашего района участвовало 2500 человек. Вот из них 1800 остались на полях сражений. Экспозиции музейного центра Малокарачаевского района отражают события, наиболее значимые в судьбе карачаевского народа. На размещенных здесь картинах скорбные лица людей, потрясенных чудовищной несправедливостью депортации, которая обернулась после 1943 года гибелью многих людей от болезней, голода и ужасающих условий пребывания на чужбине. И вот как озарение, как свершившееся чудо возвращения карачаевцев на родину в 1957 году. Некоторые семьи вернулись позже, некоторые раньше. Но все встречи на родной земле стали праздником и для карачаевцев, и для всех жителей Карачаева-Черкесии. Кого из современников и очевидцев этих дней не спроси, они говорят о том, какими счастливыми были люди, шагнувшие из теплушек на теплую землю Карачаева-Черкесии. По приезду уже сюда на Кавказ первые впечатления, они, наверное, интересные, детские воспоминания. И сейчас они снятся, иногда как будто я это видел. Это запах сиреней и песни, женские голоса, это украинские песни, многоголосие. Почему-то я вот это все время вспоминаю, хотя я, наверное, даже по-русски не говорил. Потом выяснилось, что на хуторе Ильичевске, куда мы попали, приехали, в основном жили бекешевские казаки, казачки, говор южный, украинский и песни. Отец мой великолепно пел. Я вспоминаю, даже они заходили, ну, там в селе какое-то вот такое впечатление, официальных отношений никаких не было. Если у нас ужин, там ужин, сидят, заходят, потом обязательно на стол самогончик появится, наверное, и вот начинают петь. Ну, я это еще не знал, но я голоса запомню, я слышу голоса, до сих пор они не снятся, и запах сиреней. Это, наверное, мой любимый, вот это первое впечатление о Кавказе. Мы приехали до Невиномыска, там наш поезд завернул в сторону Черкесска. Когда граница пересекала поезд, они дали сильный гудок, и все встрепенулись, все выскочили. По сторонам железной дороги люди встречали нас с кормушками, какие-то, ну, больше напоминали казах. Мне кажется, это были нагайцы, а чуть дальше были и русские черкесы. Было очень радостно, приподнятое настроение, понимаете, все волновались, все молились, говорили, что наконец-то мы вырвались оттуда, мы едем домой. Вот такие разговоры были среди взрослого населения. Приехали, станция «Абазинка» называлась тогда, там мы остановились, поезд был очень длинный. Ленюший вагон, в общем, много народу, все выгрузились, было 11 часов дня, суббота 4 мая, ясный день, солнечный, с него такой голубой, понимаете. Все говорят, вот такой воздух, вот такая растительность. Мы же из ада вырвались, мы живы, мы вернулись, непрервана наша жизнь, нить нашей жизни сохранилась. Вот такие вещи говорили пожилые. Спонтанно была организована танца. Танцевал один старик, кажется, он был с устья Гуты, или чуть дальше, ну оттуда, с той стороны. Понимаете, вот прихрамывал, слезы текли, он даже не мог говорить. Я помню, мы вернулись в Среднюю Азию, я уже будучи ученицей 10 класса вернулась, нет, 9 класса вернулась. Где-то в 2 часа, наверное, дня наш вагон, такой же товарный вагон, остановился в Джугутинском вокзале. Там были люди, которые встречали тех, кто раньше сюда уехали, те, которые встречали, которые только приехали. Там самое такое запоминающее был казак в своей форме с баяном среди вот людей. Ну а наш дядя, старший брат моего отца, они раньше приехали, они уже дом купили для нас, все приготовили, приехали нас встречать. А мои братья привезли в Среднюю Азию, даже коров привезли сюда. Мы там разгрузились, и вот этот казак кричал «Добро пожаловать, земляки!» Вот очень так вот перед глазами. Ну, ходили моего отца, многие узнавали, отец многих узнавал. Нас тут встречал еще и наш знаменитый певец, это Семен Исмаил. Он ходил, всех уговаривал, всех просил, он рассказывал, как с ним встречались осетины. Оказывается, во время нашего отсутствия жители села Хумара и Карагент, это часто осетиновки, по-моему, где-то там, эти люди общались на карачаевском. Нас не было, они сохранили язык. Нам дали машину, покрытую тентом. Мы туда погрузили в мешки двух семей, Тебуевых и нашего, Капужевых, и меня отправили в Кумыш. Тогда в Саратюзе не было моста через Кубань. Мы должны были поехать в Карачаевск и оттуда вернуться. Но было поздно, мы приехали в Карачаевск, где-то уже 8 часов, темновато, и пошел дождь. Понимаете, страшный такой ливень, грохот. Теберда чистая, ясная, понимаете, без никакой, ну, совершенно чистая. А Кубань, понимаете, как будто сошла с ума. Там такие волны, такие грохот, такие брызги, понимаете. Привез меня шофер, очень молодой человек, осетин по национальности. Его звали, между прочим, Костя, с осетиновки. Он говорит, если я вас повезу сейчас в Кумыш, там разгружать некому будет, потому что ваши остались черкесские. Пока они не придут, я лучше вас отвезу утром. Я оставил меня в гараже на этой машине у слияния Теберды и Кубани. Там был маленький гараж. Ну, я сидел там, грохот, треск, удар подводных камней, понимаете. Ну, невозможно было описать все это. Ну, мне кажется, природа обмывала, чистила нашу землю, чтобы мы ее вновь восприняли. Настало утро. Земля как будто сухая. Нет грязи, небо такое синее. Понимаете, ну, хочется чуть не танцевать. До того приятно, свежий воздух, легкий ветерок. А звезды казались намного больше, чем в Средней Азии почему-то. И луна казалась чище, ярче, как будто ее подбелили. И что-то такое. Ходили моего отца, многие узнавали. Отец многих узнавал. И подошел русский мужчина возраста моего отца. И он издалека уже кричал, Юсуф, Юсуф, наконец-то я дождался. Они оба плакали, обнимались. Оказывается, это был тот мужик, Лаврик Василь Иванович. Он работал в лесничестве с моим отцом в Карачаевске. Вот он встретил нас. Потом пришла старушка. Тоже узнала мою мать. Они беседовали, плакали. В Средней Азии умер один наш брат. Они его вспоминали, особенно вот Лаврик. Я одного сына твоего никак не вспомню, где. Отец сказал, но он соболезнования выразил. Долго они беседовали. Потом вот эта русская женщина с моей матерью помнила имена всех детей моей семьи. Оказывается, это была наша няня. У моей матери 11 детей было. И вот она жила с моей матерью. Сама она с Джугуты. А когда нас выселяли с 24-го километра, ее просто вот высадили с машины и оставили здесь из-за того, что она русская. Она помнила всех. И она через некоторое время исчезла. Наши начали грузиться в машины, которые нас встречали. А потом с тачкой вернулась лимонад и хлеб в тачке. Вот она вырывала вот этот хлеб. И каждому по бутылку лимонада. Знаете, это так было вкусно. Аж сейчас вспоминается. Иногда я пробую кушать, но вкус уже не такой. Она нас накормила. Вот так они нас встретили. А Лаврик, при помощи свидетельства Лаврика, мой отец сделал себе пенсию. Он помнил все года, которые работали они вместе. Вот эти вот старые друзья моих родителей нас так тепло встретили. На третий день мать взяла Коран. У нее была двоюродная сестра. Я, она, их дочь, я. Все мы пошли к побережью Кубани. Рядом пошли, где сейчас стоит памятник защитникам Кавказа, Куши. Там берег были пологие. Там они сделали омовление, совершили намаз, выстояли. И начали читать Коран. Поймите, ну это так действовало. Это так влияло. Только они так хвалили эту Кубань. Это же душа карачается. Это настолько чисто, как душа приезжих репатриантов. Такие слова они произносили. И вспоминали свою молодость в этом, Учкулане, где начинается верховье Кубани, Фурзу, Учкулан и так далее. Только из-за радости этих двух женщин надо было приезжать сюда, на Кавказ, мне кажется. Бережно хранит экспонаты музея, заслуженный учитель Карачаева Черкесской Республики, заслуженный работник культуры КЧР Марьям Хубиева. Каждый предмет в этом зале способен передать, проиллюстрировать страницы истории карачаевского народа. Эти вещи вместе со своими многострадальными хозяевами побывали в ссылке. Сундуки, где по традиции в карачаевских семьях хранили самое ценное. Спутники репрессированных в долгой дороге в Среднюю Азию и возвращение на родину чемоданы. Все эти предметы быта сберегли карачаевцы. Не продали в голодный год, не обменяли на еду. Шейные машинки, к ним особое отношение. Карачаевские женщины шили на них одежду и для своей семьи, и на продажу, чтобы прокормить своих детей. Хочется назвать их кормилицами, эти машинки с потертыми боками и деталями. Карачаевское женское платье. Некоторые из этих экспонатов по-настоящему уникальны. Все вещи у меня, кроме двух платьев, они все подлинные, они побывали в Средней Азии, оттуда вернулись, их сохранили. И в Учкулане, в Карджурте, в Хурзуке, начиная с 60-х годов, я начала их собирать. Многие, конечно, отдавали со слезами на глазах, тогда они не умели продавать. Ну, я у родственников многое сохранилось, у моей матери многое сохранилось. А как вы думаете, а почему люди сохранили, тогда рожили? Ведь голодно жили, могли продать много раз. Конечно, очень многое продали они. Серебра, золото, таких вот ценных вещей. Такие платья в Средней Азии, наверное, не модные были, но вот эти украшения, они снимали, продавали их казахи к Тиргизии, из них делали для своих кос украшения. А платья вот остались. Ну, знаешь, знаете, сохранили те, которые, знаете, чуть-чуть имели возможность сохранить. А кто не имел возможности сохранить, они их продавали. А те, кто сохранили, это, конечно, дорожили своими предками. Один из самых значительных экспонатов музея-аула Учки-Кен – женское платье. Создание которого относится к 17 веку. По правилам того времени на женском платье не предусматривался нарядный нагрудник. Эта деталь появилась в женском костюме позднее. А рядом размещены в экспозиции платья, которые моложе всего-навсего на один век. Это старинное тоже. Но здесь старинные натуральные украшения сняли, а следы на бархате остались. И мне пришлось кроить из барчи, приклеить. Сейчас я обшиваю их, укрепляю. Это вот старинное тоже, старинный кафтан женский. Эти предметы народного быта на протяжении долгого времени были традиционной одеждой, служили нескольким поколениям и передавались от старших в семье к младшим. Они были свидетелями горя, обиженного ссылкой народа. Служили людям и в те времена, когда карачаевцев согревала надежда на лучшую жизнь. Чем дороги эти вещи? Что они для вас? В 60-х годах, будучи студенткой, наш преподаватель посылал нас собирать фольклор. И однажды в том ауле, где я родилась, жила, приехали с Ленинграда работники музея. Они покупали за 3 рубля нагрудники, за 2 рубля пояса. Те, которые их продавали, никакой ценности не представляли себе. Просто избавиться. Ну, я подумала, а почему бы это не собрать вместо и создавать что-то. Просто я люблю свой народ, хочу сохранить ее культуру. Среди экспонатов этого музея особенно дорог Марьям Юсуфовне мужской костюм, в свое время изготовленный одной из родственниц. Все в нем, начиная от материалов, сделано вручную. Но какая тонкая и красивая эта работа. Человек, которому был подарен этот костюм, погиб на фронте. Что не предмет, то своя история. Среди платков есть платок, который привозил мой дед, который был в Мекке 4 раза. Это мне дорого. Дороги вот эти вот ложки, которыми пользовалась моя мама. Там еще на перстах с надписью «Кавказ». Вот такие мелкие вещи от матери остались. Они сохранились. И они мне, конечно, очень дороги. Мой музей народный. 500 с лишним экспонатов подлинных. Вот все друг на друге там лежат. Если бы было место развернуться, еще бы такой зал, они бы каждый заняли свое место. Все эти предметы изготовлены умелыми руками карачаевских крестьян. После возвращения на историческую родину на ремесле изготовления утвари, орудий труда, карачаевцы зарабатывали на хлеб свой насущный, проявляя во всей полноте трудолюбие и предприимчивость. В Средней Азии я видел базары, где были одни русские, чиргизы, уйгуры, татары, там разные эти националисты. А здесь сплошные карачаевцы. Я так удивлялся, так радовался, как будто они были моими родными братьями, с моими сестрами. Но что бросалось в глаза? Они были очень плохо одеты. Черезовые сапоги, бойлочные шляпы, черно-белые. Продавали уздечки, оглопли, деревянные колеса, понимаете, какие-то шестяные изделия. Продавали. Из Зеленчукова прибыла машина, привезла керосинки и примусы. Люди быстро из очереди, хватали их. Из Черкесии прибыл, тогда назвали Баталпашинск. Оттуда прибыла машина с керосином. Люди покупали керосин. Из такой неустроенности вырастало сегодняшнее благосостояние народа. Конечно, в таких условиях жило все население автономной области. Люди всех национальностей стоически переносили сложности послевоенного времени. Но народу, которому после переезда практически пришлось начинать с нуля, было сложнее. Однако упорство, которое продемонстрировали представители карачаевского народа в годы ссылки, убеждало в том, что его созидающая энергия проявится с еще большей силой на родной земле. Малакарачаевский район уже в сентябре 1957 года восстановлен. Центр района переведен сюда. Формируется одновременно и столица района, и уже порядок организации сельскохозяйств несколько другой. Было создано 4 крупных хозяйства. Вот эти 4 хозяйства начали работать. Уже в 58-м году, в 58-м году на, я по памяти говорю, на областной партийной конференции уже говорили о достижениях района. Наша республика – земля беззаветных героев. Это люди разных национальностей, которые в самые сложные для страны годы, в самых трудных ситуациях служили ей верой и правдой. Известно, что Карачаево-Черкесия является родиной 19 героев Советского Союза, 12 героев Российской Федерации, 7 полных кавалеров Орденов Славы, 25 героев Социалистического Труда и 2 полных кавалеров Ордена Трудовой Славы. Особое место в числе награжденных за большие достижения в труде принадлежит карачаевским женщинам, которые получили столь высокие награды государства, имея статус спецпереселенцев, из народной среды вышли и прославились эти люди. И карачаевский народ ими по праву гордится. Сохранилась фотография молоденькой Патии Шедаковой, героя Социалистического Труда. Любимица народа и его гордость Нурзула Курджиева приняла государственную награду «Звезду героя Социалистического Труда». Много их, замечательных тружеников, которые после возвращения своей энергии поднимали республику, укрепляли благосостояние своих семей, способствовали развитию сельскохозяйственного и промышленного производства. Особо, наверное, больших успехов достигли в производстве сахарной свеклы, свекловодческая направленность. И, кстати, выделяя земли, осваивая новые земли, Прикубанского района, Адыгехабльского района, имелось в виду и это, что карачаевцы уже знают это производство, и строительство Эрикеншахарского сахарного завода, на перспективу, которая тогда уже планировалась, в 60-е годы, было с этим. И действительно оказалось оправданным. Вот та же герой социалистического труда Курджиева, знаменитая из Карачаевского района. Наши здесь из семи кавалеров-орденов Ленина три работали в свекловодческой деятельности. Здесь у нас жители из нашего района. Кирпичный завод – это строительство материалов, и райпромкомбинат – это первое. И, конечно, надо особо, наверное, подчеркнуть, в 64-м году уже рассматривался вопрос, что через пять лет об открытии электронного завода. Это вообще было уникальное производство, электроника здесь, в горах. Уже в 67-м году, в общем, был пущен в эксплуатацию электронный завод, микрокомпонент. Впоследствии он стал крупным производственным объединением. В Карачаевске были открыты его, в Зеленчуке и в Хабецком районе. Вот это электронное производство. Кстати, отдельно, наверное, интересно будет и для слушателей, и для зрителей сказать о том, что на первых космических кораблях, луноходах, стояла продукция Учкекенского завода. И, кстати, первый выпуск стереомагнитофонов высшего класса магнитофона того времени, типа «Маяк Ростов», был налажен здесь, в Учкекене, тоже в Советском Союзе. Он обеспечивал практически радиоакустическими системами того времени, уже чуть в 70-е годы, он обеспечивал всю продукцию. Практически на 90% акустических систем выпускали здесь, в Учкекене и в Зеленчуке. Теперь трудно соизмерять, что удалось сделать за десятилетия, минувшие после возвращения карачаевцев на родину. 90-е годы многое сломали из того, что было создано народами Карачаева-Черкесии за предшествующие годы. Но есть достижения неоспоримые. Карачаевские семьи построили прекрасные дома. С их приездом активнее стали осваиваться земли равнинных мест Карачаева-Черкесии. Дедушка почему-то решил, не вернулись в Карджурт. Они выбрали вот эту местность. Прикубанский район. У горцев, по-моему, поговорка есть. Выбирая горы, живет. Живи на равнине. Вот примерно, наверное, мудрость была. Во-первых, пашня, хлеб. Прикубанский район, там-то в Карачаевском районе таких пашней, наверное, не было. Деду все-таки ему было под 100 лет. Он сказал, нет, говорит, мы остаемся жить здесь. Будем, выбираем Ильичевское. В общем, не поехали туда, в Большой Карача, ни в Хурзук, ни в Харджут. Как изменилась Карачаева-Черкесия за эти 60 лет? Ой, это неузнаваемое, неописуемое изменение. Тогда, например, город Черкесск с этими низкими хатками, с соломенными крышами, пустырей много было внутри города, свободных мест. Сейчас даже вот трудно описать. В хорошую сторону, конечно, все изменилось. И в аулах тоже, где карачаевцы обосновались, новые дома появились, не одноэтажные, даже двух-трехэтажные дома. Конечно, все изменилось в лучшую сторону. Народ преобразился. Люди поняли, что значит суть жизни. Многие теперь и одеваются, и живут. Вот, понимаете, уровень жизни намного поднялся. У многих хорошие машины, хорошие дома, трехэтажные есть. Жизнь подтягивается, улучшается. Трудолюбие карачаевского народа, наверное, сыграло и большую роль в возрождении этого народа. В музейном центре Румкала о возрождении родного народа нам рассказывал Шагабан Халитович Капушев, выпускник физмата Нальчикского университета и Пятигорского института иностранных языков, заслуженный учитель Карачаева-Черкесии. В передаче принял участие Алий Батолбевич Хубиев по образованию филолог, выпускник Карачаева-Черкесского пединститута по призванию журналист. Много лет руководил районным Домом культуры. Теперь создает и совершенствует музейный центр Малокарачаевского района. С экспонатами музея нас познакомила Марьян Юсуфовна Хубиева. Заслуженный работник культуры Карачаева-Черкесии, опытный педагог, обладатель общественной награды «Человек на своем месте». Они рассказали нам о своей любви к родной земле, и мы разделяем их волнение, понимая, что возвращение на родину было и остается главным событием в их жизни. КОНЕЦ